ну что же добрый добрый день дамы и господа это автобусные туры от а до я и сегодня у нас буква в велосипед нет я ни в коем случае не буду говорить про то что такое велотуризм это отдельная очень важная глава в путешествиях это дело серьезное требует отдельные специальной подготовки причем и как транспортного средства так собственно и нас с вами вообще специалистов конечно в велотуризме хватает я говорю о другом как в автобусном туре попробовать сделать так чтобы пересесть хотя бы на несколько часов с автобуса на велосипед как сделать так чтобы посмотреть на европейские города которые вы неплохо знаете в которой хорошо ориентируетесь ну как посмотреть на них с высоты велосипедного седла вот поговорим как раз об этом ближайшие несколько минут и так поехали вообще обычно взять велосипед в аренду в любом из европейских городов намного проще чем вам кажется друзья для этого действительно необходимо лишь ваша пластиковая карточка на ней должен быть определенный баланс который банк заблокирует пока вы будете велосипедом пользоваться да и собственно говоря и все считанных европейских городах есть просто отдельные бюро которые в аренду вам велосипед сдают тоже просят там какой-то залог но в любом случае разобраться всегда можно кстати говоря в париже система которая дает возможность взять велосипед на провокат развита превосходно и вели в париже это если хотите один из видов транспорта да может быть не так просто с парижскими водителями справиться когда вы верхом на железном двухколесном коне но тем не менее очень и очень занимательно о том как можно прокатиться на велосипеде по елисейским полям смотрите далее хочу сейчас на чудесном велиби прямо по елисейским полям вообще так себе удовольствие будем откровенны 1 евро 70 центов стоит день владения великом но это не беда 150 евро еще блокируют у вас на карточке но самое главное что движение ужасное отвратительное французы вообще плохие водители а движение например на площади шарля-де-голли или здесь на велосипедских полях оно вот такое совершенно самотошное поэтому умоляю вас вы дважды подумайте надо вам это или нет кататься на велосипеде по париже но знаете это ни с чем не сравнимое ощущение свободы и какого-то такого детского счастья очень желаю вам этого друзья но будьте аккуратны намного приятнее конечно кататься по паркам благо их французской столицы хватает и поэтому здорово промахнуть насквозь через весь булонский лес опять-таки помогает велосипед париж настолько уникальный город что найти здесь можно все что угодно от римских терм до современной архитектуры даже настоящий лес самое что ни на есть булонский вот именно по нему я сейчас и еду это ближе к вечеру он локово разврата а так в середине дня это прекрасное место для прогулок тем более что именно сердце булонского леса находится настоящая маленькая парковая жемчужина франции а именно парк богатель куда можно добраться на велосипеде совсем другая история в лондоне дело в том что британской столице как вы прекрасно знаете как и во всей великобритании левостороннее движение поэтому кроме того что вам нужно разобраться с тем как именно управлять вашим арендованным велосипедом так еще и все время нужно как-то найти сжаться к левой а не правой стороне проезжей части что может быть с непривычки как покажется странным другой стороны буквально несколько оборотов колеса и вы привыкаете в лондоне конечно хватает парков и полным-полно велодорожек которые сквозь парки проложены поэтому это тоже отдельное удовольствие прокатиться по лондону на велосипеде в том числе и можно покататься даже по темзе велосипед конечно помогает и повторить обзорную экскурсию по городу если вы что-то не успели рассмотреть во время автобусной ее части то тогда можно пересесть как раз таки на два колеса и прокатиться например по white hole левостороннее движение немножко непривычно конечно когда вас обгоняют двухэтажные автобусы как-то совсем становится не по себе но в целом очень даже неплохо мимо проплывают понятное дело хорошо известные достопримечательности white hole как раз здание королевских конюшен там вон впереди big ben из площадь парламента куда сейчас и поеду ну и конечно когда мы говорим о европейских столицах с их инфраструктуры это одна история уже давным-давно можно взять в аренду велосипеды в москве и петербурге и понятно что в каждом большом европейском городе это так обычно разница в деталях и разговор сводится к особенностям работы вот этих вот систем по аренде где-то нужно вели как можно быстрее сдать тогда это выйдет дешевле это сделано специально например такая система в париже чтобы вы не брали один велосипед например на целый день а пользовались именно действительно как таким подменным транспортом чуть прокатились оставили его походили по своим делам зашли в магазин посидели в кафе взяли следующий велик а совсем не на одном катаетесь неделю где-то наоборот чем дольше вы пользуетесь велосипедом тем в пересчете на один час вам это выходит дешевле это не так принципиально когда мы говорим об аренде велосипеда в рамках автобусного тура ну вряд ли вы будете кататься больше двух-трех часов мы в городе полдня у нас прошла экскурсия и вы решили что-то еще посмотреть прокатиться что-то дофотографировать или просто добраться до нужного магазина или музея на велосипеде вперед тут главное друзья ничего не бояться и действительно позволить себе вот эту велосвободу будь то на елисейских полях будь то на white hole совсем по-другому вы будете относиться к этому городу он станет немножко вашим он станет немножко родным после того как вы прокатились на нем на велосипеде но есть друзья в европе и раз чудесная низинная страна где использовать велосипед конечно одно удовольствие есть в этой стране даже город где в принципе давным-давно отказались от автомобиля и ездят только на велосипедах да и в столице этой страны велодвижения хватает и я уверен что вы знаете о каком городе я веду разговор это конечно же красавец амстердам друзья сами нидерланды такое впечатление что созданы для того чтобы крутить педали страна без высоких подъемов без гор без возвышенности и страна низинная ровная с идеальными просто дорогами правда хочу предостеречь тех кто планирует взять в аренду велосипед в амстердаме во-первых это сильно дороже чем париже или в лондоне а во-вторых очень насыщенно в амстердаме велосипедное движение и вам действительно приходится справляться и с велосипедными пробками знать сигналы велосипедного светофора знать где находятся велосипедные парковки а где ни в коем случае нельзя вашего железного друга просто так оставлять или даже прислонить к стене и так далее и так далее и так далее очень много нюансов и если честно вот так с непривычки взять да и встроиться вот в эту вот амстердамскую веложизнь бывает не так-то просто для этого есть у нас конечно национальный парк до хюги вилюве который ездим и в рамках тура многолики бенелюкс вот он позволяет спокойно легко и с большим удовольствием прикоснуться к велосипедной голландской жизни абсолютно не рискуя ничьим здоровьем и в этом самом национальном парке на этих легендарных белых велосипедах катались друзья знаете те люди которые последние полвека не садились на велосипед и со слезами на глазах слезали просто слезами от счастья конечно что они вот так вот здорово прокатились обычно мы ездим весной до хюги вилюве то есть уже все зелено уже все в цвету велодорожки проложены по лесу то есть оказаться в канале или быть сбитым автомобилем там невозможно там всем хватает места там нет скучности толчаи велосипедных пробок нет 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 велосипеды очень комфортные и удобные никакой специальной подготовки от вас они не требуют вы приспокойненько отрегулировали себе седло и поехали кататься по этому чудесному такому лесу тире парк друзья мы в голландии как вы понимаете одной из самых знаменитых велосипедных стран в мире в голландии живут 16 миллионов человек с небольшим официально 20 миллионов велосипедов то есть практически велик у каждого еще несколько миллионов либо валяются в амстердама либо вот так катаются вот национальному парку это фантастическое место здесь встречать весну это большое счастье вы приезжаете на автобусе оставляете его на парковке идете смотреть ван гога а потом берете один из тысячи вот таких белых велосипедов и начинаете кататься по великолепному национальному парку совершенно забывая о заботах радость ветру солнцу и коварский месяц и пока вы не попробовали прокатиться на велосипеде по королевству нидерланды вы чего-то недопонимаете про эту страну это точно поэтому здесь это точно стоит себе позволить это часть знаете ли большого удовольствия от менелюкса в целом и от нидерландов в частности ну и конечно попутешествовав по европейским городам и государствам на велосипеде у нас иногда появляется желание прокатиться на великах и дома и чудная как-то вела прогулка по александрии было у нас это было правда здорово и интересно наверняка повторим на велосипеде последнее время очень здорово можно кататься по санкт-петербургу чего очень вам желаю друзья причем конечно можно верхом на велосипеде и смотреть развод петербургских мостов да и вообще велосипед идеальное средство для передвижения вроде бы просто баловство другой стороны транспорт самый что ни на есть и при небольшой подготовки можно легко проезжать десятки километров за день можно и на работу ездить есть в россии день велосипеда день отказа отличного автомобиля чтобы добраться на работу на велике все больше и больше людей последнее время именно так поступают да и это конечно большое удовольствие друзья крутить педали поэтому от всей души вам этого желаю и очень вас прошу не стесняться и не бояться спросите у вашего гида а где в том европейском городе где вы планируете провести день или даже несколько часов можно взять велосипед в аренду ну а если по каким-то причинам все-таки на велосипеде вы ездить не хотите или не любите или не умеете то тогда самокат тоже может быть вариантом его легко взять с собой в багажник в автобус и а он может быть и электрические заряжаться вечерком от сети 220 вольт в вашем отеле а может быть и самые что ни на есть механический который все равно позволит посмотреть чуть больше и главное на велосипеде чуть больше успеваешь велосипед немножко под другим углом дает возможность посмотреть на городские достопримечательности естественно чуть-чуть может быть оказаться жителем этого города а не только туристом и это вот ощущение радости от того что крутишь педали какие-то детские яркие эмоции которые наслаиваются на этот взрослый опыт это то что бесценно это то что точно запомнится это то что раскрасит любое ваше путешествие по любому европейскому городу какими-то новыми красками чего вам друзья от души как раз таки и желаю с вами был зодкин денис это автобусные туры от а до я совсем скоро следующая серия а а а а